Привет! С вами Люда Блаж Суприма. Я долго не буду растекаться по древу, просто скажу, что сегодня нас ждет видео Get Ready With Me. Собирайся со мной. Я вам расскажу, как делать вот такой вот макияж, который за последнее время оказался самым запрашиваемым. И дополню этот макияж моей прической. Такой немножечко с перчинкой, но в то же время женственной, девичьей, все как мы любим. Я надеюсь, вам сегодня будет со мной интересно, поэтому давайте скорее приступать. Для начала уберу волосы, чтобы нам с вами ничего не мешало, а самых нервных ничего не раздражало. И начинаю с базы. У меня это Nivea бальзам после бритья для мужчин, и мне уже кажется, что я ни на что его никогда не променяю. Самый главный его плюс в том, что с ним макияж держится очень долго. Хотела сегодня накраситься вот таким тоном от Nars, Sheer Glow Foundation, но ничего в моей жизни хуже еще не было. Хотя я очень хотела попробовать что-то от Nars. Это самое плохое средство для лица, тон для лица, который у меня когда-либо был. Поэтому буду использовать то, чем пользуюсь каждый день. И в Roche ноль недостатков, ноль несовершенств. Хотела сказать, какой у меня оттенок, но если честно, тут даже не написано. Какой-то темный. Алло? Люка? Ау. Ну, заберевай. Эх, только села снимать. Ладно, хорошо, давай. Ну все, можно продолжать. Хочу чуть-чуть убрать стеночки под глазами и Erase Paste от Benefit. Мне в этом поможет. Пальчиками наношу под глаза и чуть-чуть в треугольник. И на этом лицо пока трогать не буду, займусь им после оформления глаз. Зато сейчас займусь бровями. Anastasia Beverly Hills. Наконец-таки я нашла свой идеальный оттенок именно в Anastasia. Это Taupe. Еще немножко расчешу. Ну и все, переходим к глазам. Как всегда, чуть-чуть базы. Моя Prep Plus Prime, по-моему, не закончится никогда. И палеточка от Urban Decay Gwen Stefani. Сегодня гвоздь программы. Начну с оттенка Zone. Вот тут у нас он такой молочно-коричневый. Пушистая кисточка. И наношу его в складку века. Оттенок нежный, матовый, поэтому не бойтесь, что макияж будет смотреться как-то пошло. Я еще люблю этой же кисточкой подводить нижнюю линию роста ресниц. И этим же оттенком как бы грунтовать немножко. Мне кажется, оттенок Zone у меня закончится быстрее всех. Теперь возьмем яркий оттенок, который вам очень понравился. Это оттенок Punk. Кисточку для растушевки от MAC. Совсем-совсем капельку наношу на кончик кисточки. Убираю прям все-все-все излишки. И наношу этот оттенок вот в складку, во внешний уголок складки, скажем так. Я не трогаю внешний уголок подвижного века, только во внешний уголок своей складочки. Вывожу чуть выше. То же самое сделаю на другом глазу. Теперь убираю излишки. Я уже вам рассказывала, как это можно сделать при помощи пончика для волос. И растушевываю всю эту красоту. Теперь я беру другую кисточку для растушевки. Я обязательно чистую и набираю немножко темного матового оттенка. Не темного, а черного, который называется Blackout. И уже черный оттенок я наношу во внешний уголок подвижного века. Теперь возьму большую плоскую кисточку. Наберу оттенок, который я всегда использую для хайлайтера для глаз. Это оттенок Blonde. И закрашиваю область под бровью. И немножко смешиваю с тем растушеванным, что у меня есть над складкой. Убираю излишки с плоской кисточки. И теперь возьму очень красивый желтый оттенок, который называется 1987. И аккуратными промакивающими движениями, чтобы у меня не разбежался никуда оттенок, нанесу на подвижное веко. И теперь оформим нижнюю линию роста ресниц. Смотрите по состоянию. Как вам нравится? Немножко панк, немножко blackout. Но я люблю смешивать эти два оттенка и при помощи кисточки карандаша проводить по нижней линии роста ресниц. Если кажется мало, всегда можно добавить интенсивности, либо черного, либо вот этого интересного панк. Прекрасно. Теперь я подведу немножко глазки при помощи жидкой подводки. У меня подводка от Faberlic. Но сильные какие-то стрелки вырисовывать не буду, потому что попросту моей внешности они не всегда идут. И немножко туши. У меня это L'Oreal Volumissime. Немножко консилера от MAC под глазки. Кстати, с макияжем глаз, я думаю, мы закончили. Мой консилер NC25 Pro Long Concealer от MAC. Самая крутая штука, которая замажет, мне кажется, все на свете. Если я, кстати, делаю что-то на лице, то я всегда использую вот эти четвертые пальчики, потому что они самые бессильные. И давление на кожу будет минимальное. Немного румян, не изменяю своему Benetint. И пока я его не закрыла, тоже нанесу немножко на губы. Ух, какие у меня зацелованные губки получились. Чуть-чуть бронзера на скулы. И, конечно же, хайлайтера моего уже самого, наверное, любимого на данный момент. Это Marie Luminizer от The Balm. Многие из вас спрашивают, где можно его купить в Москве, если не в интернет-магазине. И я очень удивилась, когда обнаружила его в Литуале. В европейском открыли Литуаль, такой, наверное, VIP, что ли. У них там представлен Nars, Burberry, Dolce & Gabbana косметика и The Balm. И мне кажется, что прям вся их линейка. Поэтому вперед. Шикарно. Теперь подведу немножко губки карандашиком от GOSH Nougat Crisp. Им же и заполню губы. И мне теперь нужна маленькая капелька блеска для губ. Victoria's Secret Beauty Rush. Оттенок Kiss & Tell. Если это оттенок, а не название. Ну все. С макияжем я закончила. Прическу, в принципе, можете подбирать под данный макияж какую угодно, какую вам нравится. Мне кажется, даже с такой простой прической с забранными волосами смотрится здорово. Но мне кажется, что я хочу добавить какого-то рокерского момента в сегодняшнем образе. Вчера смотрела Голос Дети, и там девчонки сделали гофре по всей голове и забрали волосы назад. Получилось здорово, но в то же время женственно. Поэтому сегодня будем делать гофре. У меня утюг Сунтачи Кератинер. Здесь такие вот маленькие тоненькие гофрешки. Он очень мощный. И получаются здоровски гофрированные волосы. И еще мне потребуется спрей для блеска и несколько шпилечек. У меня на волосах уже есть немножко защитного спрея. Как всегда, делю волосы по слоям. И погнали! Конечно, для волос это не вот тебе, не спа-процедуры. Но согласитесь, девчонки, иногда так хочется чего-то вредненького. Плюс гофре в том, конечно, что он очень здорово держит форму. Вот смотрите, я сделала вот так, и уже ничего не падает назад. Поэтому нам нужно буквально две невидимочки, которыми я закалываю бока. И я выкладываю верхушку так, как мне нравится. И теперь мне нужен спрей для блеска, потому что гофре, конечно, на блеск влияет плохо. Поэтому будем добавлять блеска из баллончика. У меня это Bad Hat от Tidja Head Rush. Ну вот и все. Вот так я вижу мой сегодняшний образ. Мне кажется, получилось очень здорово. И я надеюсь, что вам тоже понравилось это видео. Сегодняшнее Get Ready With Me. Сегодняшнее Собирайся со мной, мне кажется, прошло на ура. Я очень буду ждать ваши пальцы вверх, вашу поддержку. Я это очень сильно всегда ценю. Спасибо большое, что были сегодня со мной. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!